Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости моего канала. Сегодня мы в нашей новой лекции поговорим о компетенциях выпускника, направление подготовки 150302, технологические машины и оборудование. И что важно отметить, перед тем, как я начну рассказывать про эти компетенции, они были введены федеральным государственным образовательным стандартом номер 1170 от 20 октября 2015 года. И возможно на тот момент, когда вы смотрите это видео, они уже в какой-то мере поменялись, эти компетенции. Но в этом видео я вам буду рассказывать именно по этому стандарту, о котором я говорил выше. Эта модель компетенций, она была взята из западной системы образования. В Советском Союзе такого не было. Никто никогда не расписывал, какими компетенциями должен ввладеть в пускник инженер вуза. Это считалось как бы само собой разумеющимся. Да, были прописаны какие-то основные вехи подготовки специалиста, но чтобы до таких глубинных форм, когда расписываются очень четко и ясно, очень подробно каждое направление, каждый шаг, нет, такого не было. Решали, к чему учить, как учить, соответственно, вузы и их профессорско-преподавательский состав. Но так было в Советском Союзе. Но, к сожалению, сейчас, а может быть, к счастью, я не знаю, как это оценивать. То есть говорят, что любые изменения можно оценить только по прошествии десятилетий. Может быть, это даст какой-то эффект в образовании. Может быть, это и лучше, чем было раньше. Я не могу сейчас об этом говорить вот так вот открыто. Не могу сказать, что это хорошо или что это плохо. Потому что, как вы уже ознакомились на предыдущих моих лекциях, что я сам работал именно по этим образовательным стандартам, именно по этим компетенциям, в некоторых случаях это достаточно тяжело, именно с точки зрения образовательного процесса, включить именно те лекции, именно те практические занятия, именно те лабораторные занятия, практику именно на тех предприятиях, чтобы студенты достигли именно этих компетенций. Это достаточно тяжело и это достаточно трудоемкая работа. В подборе материала, в изложении лекций, в подготовке методических материалов и так далее. Но сейчас мы поговорим именно о вас, о студентах. То есть какие компетенции вы в случае ваших усердных занятий в университете сможете достичь. К концу четвертого курса. Существует три группы компетенций. Согласно стандарту это общекультурные компетенции, общепрофессиональные компетенции и профессиональные компетенции. В сегодняшней лекции мы рассмотрим общекультурные компетенции. В следующей лекции мы рассмотрим общепрофессиональные компетенции. И еще одна лекция будет про профессиональные компетенции. Просмотрев эти три лекции, вы сможете у себя в голове составить какую-то картину о том, чем вам предстоит заниматься в ВУЗе и ответить себе на вопрос, почему именно эти предметы вам были поставлены в программу, а не какие-то другие. Начнем с общекультурных компетенций. Судя по их названию, они направлены на формирование в вас каких-то человеческих качеств и развитие так называемых ваших soft skills, как сейчас это принято называть, мягких навыков. То есть навыков коммуникации, навыков взаимодействия, навыков письменной и устной речи, а также навыков, которые поддерживают ваше здоровье на достаточно высоком уровне, которые позволят вам, этот уровень здоровья позволит вам успешно справляться с теми профессиональными задачами, которые перед вами будут ставить ваше руководство на предприятии. Мы переходим к, опять же, очень коротко, практически по верхам, к рассмотрению тех компетенций, которые нам предлагаются для достижения стандарта. Общекультурные компетенции. ОК. Компетенция ОК-1. Название компетенции будет на слайде вот таким образом выделено вверху. И три подраздела, которые являются основными составляющими для достижения вот этой компетенции. Каждой из компетенций. Компетенция ОК-1. Способность использовать основы философских знаний для формирования мировозреческой позиции. Начнем с конца. Мировозреческая позиция. Что это такое? Это то, как вы будете смотреть на мир. Те книги, те лекции, прослушанные вами, или практические занятия, выполненные в университете, либо же книги, которые вы прочли за пределами университета, в школе или, допустим, летом во время каникул, они формируют ваше отношение к миру. И в зависимости от того, что вы читаете, с кем вы общаетесь, это формирует в вас личность. Большой пласт университетской программы на первых двух курсах посвящен именно достижению этой компетенции. Какие философские знания? Философские знания не только в области философии, но и история. Частично экономика, частично введение в направление профессиональной деятельности, частично технология машиностроения. Все это разные подходы к философскому знанию только с разных сторон. То есть философия в чистом виде, философия через призму истории, философия через призму техники. Что здесь вас ждет? На первом этапе это понимание основных философских проблем. Второй этап это сравнение философских концепций. И третий это уже критическое осмысление этих философских концепций. Пройдя через эти три этапа, вы сможете сформировать внутри себя хорошую базу для того, чтобы грамотно оценивать ту информацию, которая вам будет предъявляться на протяжении всей вашей жизни. А также в случае усердных занятий приобретете навыки задавания грамотных вопросов себе и окружающим. Компетенция ОК-2. Способность анализировать основные этапы и закономерность исторического развития общества для формирования гражданской позиции. О чем эта компетенция? Вы, мы все живем в обществе. Это общество каким-то образом развивалось. В то время, когда общество начало развиваться, у него был достаточно небольшой пласт законов. Но с каждым годом, с каждым десятилетиями, столетиями эти законы пополнялись. Некоторые законы исчезали, некоторые появлялись. Но важно знать вот что. Что какие бы законы не были в обществе, именно социальные законы, это все эти законы были придуманы людьми, которые были до нас. В начале эти законы какими-то людьми были придуманы. Потом эти люди передали эти законы своим детям. И эти дети начали в них жить. Жить по этим законам. А потом эти дети далее по поколениям передавали эти законы своим детям, внукам, правнукам и так далее. Когда возникало необходимости отмены какого-то закона, либо он сам отмирал вследствие того, что он становился неактуальным, потому что произошло развитие науки, техники, технологии. На его место становились другие законы. Но мы сейчас, какие мы можем называть законы развития общества. Это, ну например, такой неписанный закон, но он соблюдается культурными людьми при общении, это не ругаться матерными словами. Потому что матерные слова считаются оскорбительными. И, несмотря на то, что люди знают их, знают значение этих слов, они избегают употребления этих слов в своей повседневной жизни и профессиональной деятельности. Тем самым вы проявляете уважение к вашему собеседнику, когда вы общаетесь на литературном русском языке. Например, какой еще моральный, социальный закон? Это, например, уступать места в транспорте, допустим, женщинам и детям. Нигде нет никакого правового закона о том, что это должно быть так. Ну, например, есть, откуда он вообще появился? Одни исследователи говорят, что это происходило во время Второй мировой войны, когда немцы стояли в Белоруссии. И произошел такой случай, когда подошел транвай, в него зашли мужчины, женщины, дети, мужчины заняли места в транвае. Немцы остановили этот транвай, вывели всех мужчин из вагона и расстреляли. И сказали, что теперь будете уступать, мужчины уступают места женщинам и детям. Есть такой вариант. Есть другие варианты, о которых вы, возможно, слышали. И каждый, каждый такие социальные законы, они проходят через такие предметы, как история, философия, этика, психология, логика, социология. Из этих дисциплин вы сможете почерпнуть эти знания. И переходим к третьей компетенции. ОК-3. Способность использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности. Включает в себя понимание основы экономических знаний, умение сравнивать экономические знания и анализировать их. О чем давайте вкратце, чтобы нам не растягивать эту лекцию надолго. О чем это вкратце. Экономические законы это как протекают экономические процессы в вашей жизни и в жизни того предприятия, на котором вы пойдете работать. Важно понимание того, что ни одно производство не может взяться ниоткуда. Всегда есть труд человека, который вкладывается в создание этого производства, а также финансовые средства, которые вкладываются в приобретение средств производства. И знать о том, что если производство, допустим, организовалось, и для того, чтобы оно продолжало функционировать, оно должно быть рентабельным. То есть прибыльным. Если прибыли у производства нет, то, соответственно, рано или поздно оно закроется и придет в упадок. Все эти законы вы изучите на таких предметах, как экономика промышленности, экономика и каких-то других смежных дисциплин. Компетенция ОК-4. Способность использовать основу правовых знаний в различных сферах деятельности. О чем это говорит? Это о том, какие законы есть в правовые законы в нашей стране, какие есть международные правовые нормы, какие есть нормы и требования к конкретно машиностроительному производству и к пищевому производству, в которых работает выпускник по направлению подготовки технологические машины и оборудования. Важно помнить о том, что эти законы защищают вас как гражданина, вас как работника, но в то же время они с такой же силой защищают и работодателя от нерадивого работника. Нерадивого значит некомпетентного работника, того, кто не может выполнять свои обязанности, взятые на себя, с высоким качеством и давать тот результат, ради которого его принимали на работу. Далее. Компетенция ОК-5. Способность к коммуникации в устной и письменной форме на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия. О чем? Вы будете работать в обществе, вы будете работать с другими людьми. Эти люди могут быть как вашей национальности, так и другой национальности, другой культуры. Это могут иметь другую расу, вероисповедание, национальность. Они могут быть выходцами из, допустим, Африки, Средней Азии, Южной Америки. Поэтому необходимо знать, чем отличается культура других людей от культуры, принятой в России. Знать, какие особенности этих культур и каким образом взаимодействовать с людьми, выходцами из других культур. Для этого вы изучаете русский язык, отдельно у вас будет дисциплина, и иностранный язык в сфере межкультурного взаимодействия. Знание иностранных языков сейчас очень важно. Это не только для того, чтобы читать, допустим, документацию, техническую документацию на оборудование и понимать, как оно работает, если у вас нет переведенной на русский язык документации. Но и для общения, допустим, с представителями других наций. Это первый аспект. А второй аспект сейчас достаточно большое количество людей рассматривает вероятность эмиграции из России, то есть переезда в другие страны. И поиск работы в других странах, более прогрессивных по отношению к России, таких как Канада, Соединенные Штаты Америки, Австралия, Новая Зеландия. Для того, чтобы переехать в эти страны, необходимо знать английский язык. То есть вот эти два аспекта вам важно знать, когда вы учитесь в университете. Сейчас открыты большие возможности для тех, кто хочет эмигрировать. Основные требования это признание диплома. То есть вы конвертируете свой диплом, допустим, в эквивалентный диплом той страны, куда вы хотите уехать. Это называется эвалюация дипломов. А также предоставляете сертификат о знании иностранного языка. В зависимости от страны пребывания требуется сдать экзамен либо IELTS, либо TOEFL. На какой-то минимальный балл. Например, для IELTS, допустим, 6,5-7,5, средний балл. Для TOEFL, допустим, выше 120 балл. И, соответственно, с этим сертификатом вы берете, вы подаете документы на получение вида нажительства в этой стране. И можете эмигрировать и работать по специальности, либо получить грин-карту в США и, соответственно, уехать из России и работать за рубежом. Это второй аспект того, что вы знаете иностранный язык и с помощью него коммуницируете с людьми других национальностей. Компетенция ОК-6 Способность работать в коллективе толерантно, воспринимая социальные, этические, конфессиональные и культурные различия. Много я сказал уже об этом по поводу предыдущей компетенции, когда рассказывал про знания иностранных языков. Повторяться не буду. Единственное, что я скажу, что да, важно учитывать этнические и конфессиональные различия. Конфессиональные это значит те, кто относится к другой религии. У нас самые крупные религии это христианство. С тремя подветвями это католицизм, протестантизм и православие. Это иудаизм, это мусульманство. Это самые крупные религии в современном мире. Соответственно, знание отличий в этих религиях сейчас очень важно, чтобы понимать, о чем можно разговаривать с этими людьми, какие вопросы можно поднимать с этими людьми, а какие вопросы лучше обойти и умолчать. Компетенция ОК-7 Это способность к самоорганизации, самообразованию. Это очень важно в современном мире, потому что вы будете учиться всю жизнь. Даже после того, как вы закончите университет, вы все равно будете продолжать учиться. Если вы хотите остаться в профессии, остаться в специальности, необходимо учиться каждый день, каждый месяц, каждый год. Узнавать что-то новое, читать профессиональные журналы, современные, ездить на выставки даже за свой счет и в свое, скажем так, свободное время от работы. Взяв отпуск, допустим, и поехать, допустим, на такие выставки, как Агропродмаш или Продэкспо, которые проводятся в Москве. Профессиональные выставки, на которых представляется оборудование, пищевых производств, технологии производства продуктов питания. Тем самым повышая свой профессиональный уровень и становясь все более и более востребованным специалистом в своей сфере. Для этого вам необходимо найти те методы образования, которые будут работать у вас. Сейчас их достаточно много. Это и метод интеллект-карт, про который я говорил в одной из предыдущих лекций. И метод для чтения книг, методы работы с научно-технической информацией. Про это будет отдельная лекция. И, возможно, когда вы слушаете эту лекцию, уже эта лекция выложена у меня на канале. Вы можете ее посмотреть. О том, как работать с научно-технической информацией. Важно обратить внимание вот на этот пункт. Технологии проектирования и организации образовательной среды. То есть, у вас где-то на работе, либо дома, организовано место, где вы регулярно занимаетесь. Такие рекомендации есть. Идеально, если вы просыпаетесь не позже половины шестого утра. То есть, в пять часов утра, в пять тридцать утра. Съедаете легкий завтрак. И полчаса, сорок минут занимаетесь, повышаете свою квалификацию. Не важно, что это будет. Это будет чтение научно-технической литературы на русском или иностранном языке. Допустим, каких-то научных статей по специальности. И почему я говорю по специальности? Потому что я не знаю, на каком заводе вы будете работать. Если, допустим, вы работаете на заводе маслоэкстракционном заводе, то вы читаете по экстракции масла статьи. По оборудованию экстракции масла. Если вы работаете на хлебозаводе, вы читаете журналы по хлебопечению, по хлебопекарному производству, по хлебопекарному оборудованию. И так далее. Смысл понятен. Но в этот момент, когда вы занимаетесь, вас ничего не должно отвлекать. Поэтому я вам советую именно утром отводить себе полчаса времени, 40 минут перед выходом из дома, чтобы вы могли сосредоточиться, сесть в заранее отведенном месте и углубиться в самообразование. Кроме чтения профессиональной литературы, можно заниматься, повышать свой уровень иностранного языка. Допустим, 3 дня в неделю вы занимаетесь иностранным языком, 3 дня в неделю вы занимаетесь профессиональной литературой и 1 день в неделю вы отдыхаете. Такой вариант. Далее, компетенция ОК-8. Способность использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности. Если у вас слабое здоровье, то, соответственно, ваши успехи будут слабыми. Если у вас сильное здоровье, выносливое тело, то ваши успехи будут сильными и выносливыми. Все, что было сказано выше про интеллектуальное развитие, можно полностью переложить на физическое развитие. Минимум 4 раза в неделю у вас должна быть полноценная тренировка физическая. Это минимум полчаса нагрузочной тренировки, чтобы для мужчин, важно, что если вы мужчина, парень, то запотеть. Если вы запотели, значит тренировка прошла успешно. По тренировкам я вам подробно ничего не скажу. Найдите себе хорошего тренера и он вам создаст ваш план тренировок, чтобы вы поддерживали себя в хорошей физической форме. Кроме этого, вам нужно организовать свое питание качественное, которое будет давать вам все необходимые белки, жиры, углеводы, минеральные вещества, витамины. И питание должно быть забалансированным. Это важно. Опять же, найдите себе специалиста, который вам подберет ваш, именно для вашего тела подходящий режим питания и состав этих продуктов, которые вы будете потреблять на ежедневной основе. Это важно, потому что если вы не следите за своим здоровьем, вы пренебрегаете своим здоровьем, соответственно, с какого-то возраста у вас здоровье начнет давать сбой. И вы уже не сможете трудиться с той же отдачей, с которой вы трудились до того. Это приведет к снижению вашей продуктивности, эффективности, результативности и, как следствие, снижению вашего дохода. И снижению удовольствия от жизни. Снижение качества жизни. Я не представляю, какое может быть качество жизни, если у вас что-то болит в теле. Компетенция ОК-9. Это готовность пользоваться основными методами защиты производственного персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий. Любое предприятие, особенно пищевое предприятие, такое, допустим, как наносный экстракционный завод, хлебозавод, спиртовой завод, завод по переработке сахарной свеклы. Это все объекты повышенной опасности. И при производстве образуются отходы, при производстве образуются выбросы, сбросы. Соответственно, это нужно контролировать и необходимо предотвращать любое захлезнение окружающей среды, любое негативное воздействие на здоровье людей, которые работают вместе с вами, в том числе на ваше здоровье в процессе производства пищевой продукции. Соответственно, необходимо это достигается тем, что оборудование эксплуатируется грамотно, оборудование эксплуатируется в соответствии с требованиями безопасности, техническое обслуживание и ремонт проводятся вовремя. Таким образом, достигается предотвращение аварий и катастроф. Если же она такая случилась, авария или катастрофа, которая приверла к загрязнению окружающей среды или к какому-то урону, который нанесет здоровью работников завода, то, соответственно, необходимо принять все меры для того, чтобы это максимально устранить. Для этого вот эта компетенция будет достигаться вами в таких дисциплинах, как технологическое оборудование, расчеты конструирования машин и аппаратов пищевых производств, а также безопасной жизнедеятельности. На этом я заканчиваю первую лекцию, которая посвящена компетенциям выпускника. И следующая лекция будет общепрофессиональной компетенцией выпускника. А через несколько лекций я расскажу, как работать с научно-техническими текстами и расскажу о машинно-абораторной схеме линии производства эксклюзионных готовых завтраков. Спасибо за внимание. Подпишитесь на канал. Под моим видео есть кнопка подписаться. Нажмите на эту кнопку прямо сейчас, чтобы не пропустить ни одно новое видео. А также поставьте колокольчик, чтобы получать уведомления о том, когда появятся новые видео на моем канале. Желаю вам успехов в учебе. До новых встреч!